Соревнования у нас в области. А мы решили побывать в оздоровительной группе ветеранов амурского спорта. Посмотреть, как они пойдут, как у них организована именно отдых, как они привлекают именно своих детей на ветеранской физической конкурсии. Итак, оздоровительная группа ветеранов амурского спорта. Два раза в неделю приходят в спортивный зал товарищества Благовещенск жил-гажданстроя ветеранов. Прошло уже более 20 лет после того, как они оставили активный спорт. 20 лет переходили из одного зала в другой, пока их не приютили именно здесь. И что самое удивительное, практически вся группа осталась в том же составе. Ну, иной раз, да, бывает и тяжеловато. У вас объединяет как, чтобы форму сохранять или время просто свободное у вас? Очень много. Ну, если так вот говорить, бывшие спортсмены, если перестают заниматься, естественно, у них начинается болезненный процесс вот этого всего этого. Ну, то есть, ну, как сказать, ну, начинаются болезни прогрессировать или что-то. Если ведущий спортсмен был, защищал в полную мере свою честь, он, естественно, ну, отдавал силы свои. И поэтому зачастую они в дальнейшей жизни отклонения. А это поддерживает, сгоняет веса, ну, и, в общем-то, масса положительных эмоций. Главное, эмоции положительных. Болезнические со стажем знают их хорошо. В прошлом известных спортсменов, победителей всесоюзных турниров, чемпионатов Дальнего Востока, Сибири, российских первенств. Ну, хотя бы вот несколько имен. Евгений Семилетов, Петр Шабалдин, Геннадий Пучкин, Евгений Русаков, Виктор Гич. Всех просто трудно перечислить, а их звание и победы займут довольно очень много времени. Главное, они принесли известность амурскому спорту и сохранили преданность ему на всю жизнь. Вот такие тренировки у них проходят. Ну, так сказать, своеобразный баскетбол, движение, игра в теннис. И самое главное, что состав этот увеличивается из года в год, и он пополняется коллегами по спорту. И еще немаловажная деталь. За посещение зала и эксплуатацию снарядов они не платят. Как давно ты занимался уже, ну так активно спортом? Активно спортом. В последний раз я в соревнованиях ездил в 85-м году. Это уже 10 лет прошло? Да. Ну, активно как? Я, в принципе, ну, занимался-то борьбой. Ну, после этого, в регги, там, в пеннис, в тренажерный зал хожу. Практически мы знакомы все с юности, с детства некоторые знакомые. Все занимались, почти все занимались борьбой, ну, разными, естественно, видами. Я, допустим, занимался борьбой сам, прощупки на Андрея Дмитриевича. Ну, много классиков. В основном, в основном, в постях занимались классическое борьбой здесь. Вы форму держите, да, все? Да, конечно, мы стараемся поддерживать свою форму, физическое состояние. Привлекаем, естественно, своих ребятишек, своих. Директор товарищества «Жил граждан строй» Петр Степаненко и областная школа Олимпийского резерва предоставила все условия для активного отдыха ветеранам амурского спорта. Продолжение следует...